Так, ничего. У меня есть. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Спасибо большое за приглашение на вашу замечательную конференцию. В это прекрасное здание, светлое, просторное, с замечательными операционными палатами реанимации, я их уже оценил, с прекрасным зимним садом. Я должен сказать, что хотя мы расстались с нашим учителем физически, но искренне надеюсь, что он будет продолжаться в своих учениках, в которых и я имею честь принадлежать. Итак, опыт ведения больных с политопными, полимикробными, назокомиальными инфекциями в отделении реанимации и интенсивной терапии. На базе той больницы, где я заведую отделением анестезиологии реанимации, это больница святителя Алексея в Москве, была выполнена работа диссертационная, которая, я надеюсь, будет когда-то защищена. Мы наблюдали хирургических, терапевтических, неврологических пациентов. Всего их прошло 745 за три года. Общее число случаев назокомиальной инфекции – 167. У 137 пациентов. В нозологической структуре, конечно же, лидировала пневмония. Более половины случаев, в которой, почти половина случаев, в которой развелось на фоне искусственной вентиляции легких. Немножко катетеросцерных ангиогенных инфекций, катетеросцерные инфекции мочеводящих, в пути интерабдоминальной инфекции, включая антибиотикосферный колит, инфекции области хирургического вмешательства и никуда не денешься, инфицированные пролежни. Так вот, у этих пациентов, о которых я вам говорил, мы отметили 122 случая микс инфекций, когда у одного больного выделяли несколько микроорганизмов и 40 случаев политопного инфицирования, когда назокомиальные инфекции были поражены несколько локусов. Здесь представлена микробиологическая структура назокомиальных инфекций, по нашим данным. А здесь на большем материале, это уже данные нашего микробиологического мониторинга назокомиальных инфекций за 10 лет. Тут полторы тысячи штаммов, причем штаммы, поверьте мне, эти были собраны очень качественно. Какие группы микроорганизмов для нас представляют наибольшую проблему? Из грамм положительной флоры, стафилококки, антерококки. Стафилококки, когулазонегативные и когулазопозитивные, то бишь золотистые стафилококки, те и другие могут быть чувствительными, могут быть резистентными к метицелину и прочим бета-локтамам. Токсономически разнородная группа не ферментирующих грамм отрицательных возбудителей, ацинтобактер, синегной, эксцентрофамоносмальтофилия. А ведущая группа – это энтеробактерии, продуценты бета-локтамаз расширенного спектра. Но, к сожалению, они продуцируют не только эти ферменты, но и более опасные, более грозные. Ведущий возбудитель в большинстве отделений реанимации мира – это клепсиелы, затем протеи, кишечная палочка, конечно же, грибы. Но грибов в общей реанимации немного. По нашим данным многолетним – 3,4%. Без лишних предисловий перехожу к презентации двух клинических случаев вот этого политопного полимикробного инфицирования. Больная 84-х лет. Поступила в нашу больницу 25 ноября 2012 года с жалобами на интенсивные постоянные боли верхних отделов живота, тошноту, многократную рвоту. До этого в июле того же 2012 года лечилась в другом стационаре по поводу холедоклитиаза с мехжелтухой. Произведена была холецистостомия, затем холецистоктомия. Литоэкстракцию не выполняли. Попытки эндоскопической ретроградной холангиографии успехом не увенчались. Была она выписана с открытой гноящейся раной после лапаротомии. Там же в ту же госпитализацию был вскрыт постинъекционный абсцесс правой ягодичной области. То есть уже здесь налицо тенденция к генерализации инфекционного процесса. Пациентка страдает ишемической болезнью, стенкардия, парапсизмальной формой фибрилляции предсердия, гипертонической болезнью, с сахарным диабетом второго типа, посттромбофлебетической болезнью нижних конечностей, церебровоскулярной болезнью, с хронической ишемией головного мозга. Вот что мы видим при поступлении. Что обращает на себя внимание из инструментальных и лабораторных показателей? Лишь повышение билирубина и повышение активности печёночных ферментов. На рентгенограмме грудной клетки венозной полнокровия, ультразвук брюшной полости, холедок 19 мм, в дистальном отделе образование 14 мм. Через двое суток, 27 ноября, состояние значительно ухудшилось. Гипотермия, лейкоциты 22 тысячи с сумасшедшим палочкой ядерным сдвигом, артериальная гипотензия, больная двое суток в клинике, значит, она получила достаточную инфузию. Число сердечных сокращений 130, число отдыхательных движений 26, СВД 195, билирубин ещё выше, фосфатаза щелочная больше 1000, мочевина с креатинином подрастает, МНО 1,85, БЕ минус 15, рентгенологический на фоне застоя, который усилился, инфильтрация уже в хвостовой части правого корня и над диафрагмой справа. Причём диафрагма справа стоит на уровне пятого ребра. Клиническую картину чего я вам рассказываю? Что с больной? Как обозвать? Септический шок у больной. Соответственно, больная была переведена в отделение реанимации, оксигенотерапия, затем искусственные вентиляции лёгких, инфузия, допмин в изрядной дозе. Лечение начали с сочетанием цифтоксима с метронидозолом. На следующий день сохраняется респираторная катахоламиновая поддержка. Вы видите дозу допмин 15 микрограмм, билирубин высокий, трансаминазы, тоже повышенный креатинин, стал 264, МНО 1,7. Искрою в этот день выделили из Шерихи и Коли продуцент бета-локтомаз расширенного спектра. В тот же день удалось выполнить под наркозом эндоскопическую ретроградную холангиографию, попилосфентеротомию и холедохолитоэкстракцию. Вот этот вот камень, который здесь прекрасно виден, был извлечён в просвет 12-перстной кишки и полилась оттуда гноевидная желчь. Таким образом, диагноз можно сформулировать, как желчекаменная болезнь, механическая желтуха, гнойный холангит, холангиогенный сепсис, оценка ПАСОФ составила 16 баллов, пневмония и септический шок. В последующие четверо суток лихорадка, лейкоцитоз, тромбоциты снизились до 38, катехоламиновая поддержка в изрядных дозах, респираторная поддержка на фоне медикаментозной седации. Лечим мы её меропенемом с ванкомицином, креатинин вырос до 397, мочевина 43. Что бы вы сделали в этой ситуации? Ну, наверное, начали заместительную почечную терапию. Сейчас мы можем долго рассуждать о её режимах, о её дозах. Но я вам должен сказать, у меня и сейчас-то нет заместительной почечной терапии, а тогда её тем более не было. Жалко, тут нет организаторов здравоохранения, я бы у них спросил, вы бы меня с охотно перевели бы больную, взяли бы на себя больную 84 лет с холангиогенным сепсисом. Вряд ли. Что мы сделали? Мы измерили концентрацию мочевой кислоты и дали больной алпуринол. Следующие трое суток. Лейкоциты 16 тысяч, тромбоциты 71, норадреналин у нас, респираторная поддержка. Креатинин снизился, но больная в коме. Вне седации больная в коме пребывает. Следующие, сколько это у нас? Четверо суток. Температура 38,5, лейкоцитс 30 тысяч, норадреналин остаётся, респираторная поддержка. Креатинин с мочевиной немножко снижается. Больная остаётся в коме. Из страхиобронхиального аспирата выделяет кишечную палочку продуцент бета-локтомаз расширенного спектра. Не только из крови, но и страхиобронхиального аспирата тот же самый микроорганизм. Выполняем мы КТ брюшной полости. КТ брюшной полости достаточно приличный. Я поэтому и демонстрирую здесь. Грудная клетка. Правосторонняя нижнедолевая пневмония на фоне гипостатических изменений с обеих сторон правосторонний гидроторакс. С 11 по 20 декабря смотрите, как долго. Больная у нас в коме. Не приходит в сознание. Хотя у неё температура не выше 38, лейкоциты нормализовались, тромбоциты вроде как нормальные, гемодинамика стабилизировалась, респираторная поддержка в вспомогательном режиме. Лечим мы её активно меропинемом с ванкомицином, с флоконозолом. Продолжаем давать аллопоринол. 11 декабря из крови выделили эпидермальный стафилококк. Конечно, он менее патогенный, чем золотистый стафилококк, но у больных со сниженным иммунитетом, у таких долго лежащих в отделении реанимации пациентов, и этот микроб может стать патогенным. Из трахеобронхиального аспирата оценетобактер, устойчивый к карбопинемам. Но такое длительное пребывание в коме нас побудило выполнить магниторезонансную томографию. Если для меня МРТ больному на ИВЛ, то это Институт детской травматологии ортопедии, директором которого является Леонид Михайлович Рошаль. Мы очень дружим с отделением лучевых методов диагностики. Им заведует Талиб Абдулаевич Ахадов. Вот выполняемый магниторезонансную томографию с контрастным усилением трехтисловый аппарат. Вот что нам пишут. Диффузно-очаговое поражение с выраженным отеком головного мозга и множественными инфицированными внутримозговыми гематомами последствиями множественных петахиальных кровоизлияний. Магниторезонансные признаки менингита, что особенно видно вот здесь, в височной области. Последствия внутри желудочного кровотечения. Ну, тут можно было бы опустить руки. Казалось бы, старушке 84 года, она пожила, но уж слишком она нам полюбилась. Дочь у неё была очень заботливая. Продолжаем мы её лечить. Поскольку выделили оценетобактер, наш карбопенем резистентный, как-то надо модифицировать антимикробную терапию. Он оказался у нас чувствительным сульбактам-содержащим препаратом и триметоприм с ульфометоксозолу. Вы много в литературе найдёте случаев указаний на то, что этот препарат можно применять у критических пациентов? Наверное, только когда мы имеем дело с чем? С пневмоцистной пневмонией и с инфекциями, вызванными с тренторфамон и смальтофили. Но оценетобактер иногда к нему оказывается устойчив. В рамках комбинированной терапии применять можно. Тем более, что в показаниях к триметоприм с ульфометоксозолу, инфекции нижних дыхательных путей, конечно, они присутствуют. Больная остаётся у нас в коме. Вот назначили мы эту комбинацию. С 24 по 28 декабря температура вновь до 38,5 при нормальном лейкоцитозе. Продолжается респираторная поддержка, гемодинамика стабильна, креатинин уже нормализовался, несмотря и на бисептолы, сульбактам, аупурину. Продолжаем давать. Конечно, мы выполнили люмбальную пункцию. Ликвар оказался абсолютно чистым. Выполнили их кардиографию. Ну, конечно, только транстеракальную. Никаких вегетаций мы там не нашли. Далее постепенно у нас сознание проясняется. Больная вышла сначала на уровень оглушения, потом на уровень сомноленции. Продолжаем мы ту же самую антибиотикотерапию. Ну и больная постепенно поправилась. 15 января. Лёгочный рисунок умеренно усилен в нижней доле справа. Корни уплотнены. И всё. 14 января декабрянилировано. Затем был всплеск лихорадки, лейкоцитоза. Давали левофлоксоцин с ванкомицином. Перевели в терапевтическое отделение. Выполнили контрольную магнитно-резонансную томографию. Правда, с аппаратом с меньшим разрешением. Только картина хронической ишемии головного мозга. Больная была выписана домой. Около 4 лет активной жизни в семье. Было ей ещё отпущено. Она выходила на улицу. Госпитализации не было. И мирно скончалась она в начале этого 17-го года. На 89-м году жизни. Что такое мирно скончалось? Без нашей с вами помощи. Без методов органопротекции. Второй случай. Это относится он к лету 15-го года. Мужчина 51-го года находился на стационарном лечении в больнице города Пятигорска по поводу гнилосно-некротического пельвеоректального парапроктита, флегмоны малого таза, промежности мошонки с некрозом яичка, забрюшинного пространства слева, передней брюшной стенки справа, перитонита. Оперирован был в Пятигорске четырежды и 10-го августа на искусственной вентиляции лёгких переведён в Москву. А патчо 2 при переводе 22 балла. При поступлении в московскую больницу выполнена компьютерная томография брюшной полости, флегмо на передней брюшной стенке справа, ограниченные жидкостные скопления межпетельно в правой подвздошной области и параректально двусторонняя нижняя долевая пневмония. Был назначен индийский дженериками пенемоцилостатина с метриндозолом, что само по себе неправильно и излишне. Начали заместительную почечную терапию по внепочечным показаниям. Но, казалось бы, должно помочь. 11 августа больной был повторно оперирован. Выполнена релопаротомия, ревизия брюшной полости из-за брюшиного пространства, брюшной стенки, мошонки малого таза, некроктомия, дренирование брюшной полости. Больной продолжал высоко лихорадить, сохранялся лейкоцитоз, тахикардия. 12 августа к антимикробной терапии добавили ванкомицин. Очень интересное обоснование в истории болезни в связи с контоминацией синегнойной палочкой. 14 и 17 августа очередные некроктомии. 17 августа трахеостомия. Ситуация ухудшилась к вечеру 19 августа. Температура 41, лейкоциты 22 тысячи, юрных форм 10%, палочек 39%. 20 августа вообще катастрофа. Температура 41,2, лейкоциты 33 тысячи, палок 67%, число сердечных сокращений 160. Так вот, 20 августа выполнили КТ. Сохраняется правосторонняя полисегментарная пневмония с участками от электазов в 7, 8, 9 сегментах. А также признаки острого гангренозного холецистита с выраженным перепузырным процессом. И изменение пароколической клетчатки. Вместе с тем, в брюшной полости скопления жидкости оценены как минимальные. Инфильтративные изменения передней брюшной стенки справа уменьшились. Так, сейчас. 20 августа выполнена холецистостомия, 21-го холецистоктомия, санации, тампонады, дренирование брюшной полости, вторичные швы на раны живота и мошонки. Кстати, больной не был обделен вниманием местных микробиологов. Из крови дважды был выделен золотистый стафилококк, подчувствительный почему-то только к амикоцину. Из брюшной полости и из раны панорезистентный, по данным локальной лаборатории, штамм синегнойной палочки и кишечная палочка, резистентный к арбопенемам. Удивительнее всего, что полученную из страхиобронхиального аспирата клепсиелу тестировали на чувствительность к ванкомицину, хлорамфиниколу и эритромицину. Конечно, она оказалась устойчивой, как и должна быть. 22-23 августа больной температурил выше 39 на фоне заместительной почечной терапии. Сохранялся тихкардия или экоцитоз. На консультацию позвали одного из сотрудников нашей кафедры. Отметив правильность тактики многокомпонентной интенсивной терапии, консультант сформулировал следующие свои пожелания. Повторное микробиологическое исследование всего, чего только можно в сертифицированной лаборатории до получения результатов микробиологических исследований. Антимикробная терапия продолжить с сочетанием дорепенем в максимально разрешенные дозы, продолжить в режиме продленной инфузии. Тигициклин по 100 два раза ежедневно. Эта доза, конечно, превышает закрепленную в официальной инструкции. Флуканозол, так как рекомендует Николай Николаевич Калимко, и амикоцин 1,5 грамма в сутки однократно. Далее. Тут в меня могут полететь гнилые плоды, тухлые яйца и так далее. Учитывая отсутствие почечной недостаточности, непредсказуемость формака кинетики антибиотиков, на фоне экстракорпоральных методов заместительную почечную терапию целесообразно приостановить. Не то что отменить, запретить. Приостановить и чуть-чуть посмотреть, что будет. У больного креатинин был 39. Есть у нас, так сказать. Значит, почему вот такая комбинация антибиотиков? Давайте разбираться. Больной с политопной, полимикробной инфекцией, осложненной интрабдоминальной инфекцией, пневмония на фоне ИВЛ, инфекция кожи мягких тканей, инфекция мочеводелительных путей, из мочи там много что сеялось. Бактерии плюс бактериемия. Что может играть роль в этиологии? Граммотрицательная флора, причем продуцент бета-локтомаз расширенного спектра и продуцент карбопенемаз, синегнойная палочка, кроме всего прочего, грамм положительная флора, и стафилококки, и энтерококки, а также грибы. Так вот, назначенная нами комбинация, карбопенем второй группы, антисинегнойный карбопенем, дорепенем, будет действовать на синегной, оценетобактер, клепсиелу, кишечную палочку и прочие энтеробактерии. Тигикциклин будет воздействовать на энтеробактерии и оценетобактер, а также на всю грамм положительную флору. Антисинегнойную, составляющую усилием амикоцином, на грибы будем воздействовать флоконазолом. А вот и результаты микробиологических исследований, полученные в референтной лаборатории. Из раны трахеобронхиального аспирата и крови выделена клепсиелопневмония со сниженной чувствительностью к карбопенемам и умеренной резистентностью к тигициклину. Из трахеобронхиального аспирата дополнительно оценетобактер. Из мочи и ротоглотки грибы в высоком титре. Таким образом, микробиологические исследования подтвердили правильность назначенной комбинации антимикробных препаратов. Открылась и возможность для деэскалации. В связи с отсутствием в материале синегнойной палочки мы совершенно безболезненно что отменили. Мы отменили амикоцин, убрали лишний нефротоксичный препарат. Действительно, мы о деэскалации больше говорим, чем делаем. Но в ряде случаев, когда вы полностью доверяете своим микробиологам, больной действительно улучшается. И этой опцией тоже не надо пренебрегать. Хотя бы для того, чтобы снизить селективное давление антибиотиков. Культура клепсиелы, полученная из крови, отправили в Смоленский НИИ антимикробной химиотерапии, где был расшифрован механизм ее нечувствительности к карбопенемам. Это продукция серийного карбопенема с класса D, а именно окса-48. Больной получал комбинацию карбопенема с тегициклином 12 дней. 3 сентября переведен в хирургическое отделение. К 7 сентября пневмония по рентгенологическим данным и разрешилась. 8 сентября наложены вторичные швы на оставшиеся раны. Больной был выписан. Через год после выписки он чувствовал себя дома в Пятигорске вполне удовлетворительно. Итак, какие выводы можно сделать из презентации вот этих двух клинических случаев. Настойчиво ищите и санируйте очаги назокомиальной инфекции. Это не только легкие, не только живот, но и кишка, антибиотикосцерный колит, ангиогенные инфекции, инфекции мочеводящих путей, инфекции кожи мягких тканей, назокомиальный менингит, витрикулит, энцефалит, эпидуральный абсцесс, а также вирусные назокомиальные инфекции. Не жалейте силы времени на микробиологический мониторинг назокомиальных инфекций. Вообще весь инфекционный контроль может быть уподоблен вот такой птице с двумя крыльями. Одно из них профилактика, другое оптимизация антимикробной терапии. Вы видите крыло, которое профилактика, оно задрано выше, чем антибиотическое. То и другое зиждется на мониторинге эпидемиологическом, микробиологическом. Если вы не будете жалеть силы времени на эту малоувлекательную работу, то, казалось бы, нужную эпидобстановку у вас улучшится, и антибиотики начнут работать. Дружите с микробиологами, их работа помогает спасать человеческие жизни. Вот, кстати сказать, я работаю в маленькой больнице, мы не можем себе позволить собственную микробиологическую лабораторию. Поэтому пользуемся аутсорсингом. Каждый будний день у нас уходит машина с нашим материалом в транспортных средах в одной из крупнейших микробиологических лабораторий в Москве. Что справа изображено от групповой фотографии? Что это такое? Малдитов масс-спектрометр. Вот в этой лаборатории их три штуки, и все они задействованы. Ну что здесь изображен, я спрашивать не буду. Это Флемин, который не то что открыл, он подметил то, что существовало в природе, вот сложение мира, антагонизм в сообществе микробов. Так вот, по отношению к коллегам-микробиологам, мы должны строго выполнять свои обязанности, которые заключаются в соблюдении правил получения материала, его хранения и транспортировки в микробиологической лаборатории. От того, насколько скрупулезно мы выполним требования методических указаний, во многом зависит достоверность тех результатов, которые нам предоставят микробиологи. Но мы вправе сформулировать и свои пожелания к коллегам. Какие? Круглосуточная работа микробиологической лаборатории, внутренний и внешний контроль качества, чтобы не было этого безобразия, чтобы синегнойную палочку ничуть не тестировали кванкомицином, наличие референтных лабораторий, оптимизация панелей для определения чувствительности микроорганизмов, обязательно определение минимальной подавляющей концентрации. В своем втором докладе я буду договорить, что это ключевой показатель, который позволяет нам терапию направить либо по одной, либо по другой схеме. Унифицировать обязательно критерии интерпретации результатов на основании клинических рекомендаций по определению чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам. Наиболее прогрессивные европейские критерии УКАСТ. Ну и субвидовое молекулярное генотипирование полирезистентных штаммов. Вы должны знать механизмы антибиотикорезистентности ваших возбудителей. Это действительно ключ к терапевтическим решениям. Побуждайте микробиологов к внедрению современных технологий. Их много. И сейчас, я так думаю, что мы дождемся, что будет у нас стартовая терапия целенаправленной. Помните о полирезистентных возбудителях. Денис Николаевич изрядно говорил уже на эту тему. Основной фактор риска инфицирования полирезистентными возбудителями это антимикробная терапия или профилактика в предшествующие три месяца. Ну и так далее. И предупреждайте их распространение. Меры известны, рекомендации сформулированы. Надо только следовать им. Имейте в виду, назокомиальное инфицирование обычно полимикробным. Возможно, как ложно-отрицательные, так и ложно-положительные результаты микробиологического исследования. Выделение микроорганизма – это еще не доказательство его этиологической значимости. То, что микроб выделен из такого трикотопа, это только и означает, что он выделен. Это вовсе не значит, что именно он вызывает заболевание. И то, что только он вызывает заболевание. Это доказывает только то, что он там доходился, если материал взят правильно, и он достаточно живуч во внешней среде. Затем, уважаемые коллеги клиницисты, выполнение постаналитического этапа микробиологического исследования – это ваша прямая обязанность. Ни один микробиолог не оценит этиологическую значимость выделенных штаммов и не проверит достоверность полученных результатов. Вот этот вот прекрасный пример, я его обычно демонстрирую. Больная перенесла тяжелый инфицированный панкреонекроз, несколько санирующих операций. Из страхиобронхиального аспирата, переводим мы ее на спонтанное дыхание, ликцитоз – 10 тысяч, температура – 37,2, из страхиобронхиального аспирата выделены три микробы. Какие? Ацинетобактер, энтерококи и грибы. Вот что нам делать, глядя на эту антибиотикограмму и на этот результат, что нам делать с антибиотиками? Но если смотреть на их номинования, то мы вынуждены назначить три антибиотика. Один от грамм минус, другой от грамм плюс, третий от грибов. А если вот грамотно провести постаналитический этап, мы увидим, что из трех вышеперечисленных этиологической роль при инфекциях нижних дыхательных путей играет только один ацинетобактер, и тот выделен в титре значительно ниже диагностического. Значит, если системное воспаление стихает, антибиотики можно вовсе отменить и наблюдать за пациентом. Борис Романович так говорил, пусть микробиологи выделят хоть крокодила лечить больного вам. Ни один микробиолог вам не назначит антибиотики. Участвуйте в проектах НИИ антимикробной хермиотерапии Смоленского государственного медицинского университета. У них есть даже своя курьерская служба. Собирайте штаммы, они у вас возьмут эти штаммы, в течение двух недель протестируют. Потом, это ведь работает для будущего. Таким образом мы участвуем в составлении карты антимикробной резистентности России. Сейчас она доступна на их сайте, и это очень хорошо, это очень ценный ресурс. Применяйте рациональные комбинации при септическом шоке. Вот они, эти рациональные комбинации. Целесообразность именно комбинированной терапии доказана при септическом шоке. Что с чем комбинировать? Беталактам с активным аминогликозидом или фторхиналоном, либо полимектином зеленого поля. При предполагаемом или подтвержденном инфицировании резистентный грамм плюс флорой что-то с голубого поля мы берем. Ну а левый и нижний угол – это современные противогрибковые препараты. Причем из них нам хорошо знакомый препарат стоит лишь на четвертом месте. Не пренебрегайте до эскалации. Действительно, это ценная опция. Этот слайд мне еще при жизни подарил Борис Романович. Что здесь делает Мерлин Монро? Ну, она, собираясь на вечеринку, подходила к зеркалу и решала, какой вопрос – что еще можно снять, как себя можно красиво обнажить. Вот и мы должны решить, что мы можем из нашей комбинации вот этой широкозахватной отменить и снять. Значит, второй этап – антимикробная терапия. Начинается через 48-72 часа на основании клинических лабораторных данных и инструментальных. Какие лабораторные? В том числе микробиологические уже к этому времени оказываются в нашем распоряжении и биомаркеры. На основании биомаркеров я уже не знаю, можно ли ставить диагноз, но если тот или иной биомаркер среагировал, если его концентрация значимо снижается, то значит, мы на правильном пути. Что такое деэскалация, переход на препарат с более узким спектром, сокращение числа препаратов в комбинации, укорочение курса антимикробной терапии, что я вам и продемонстрировал. Мы отменили ненужный амикоцин. Оптимизируйте терапию фармакокинетики, фармакодинамики, уже многократно говорили, что аминогликозиды любят однократное введение всей суточной дозы. Беталактамы – это время-зависимые препараты. Для них важно время, в течение которого их концентрация в плазме превышает минимальную подавляющую. Для каких-то беталактамов – это 60%, для каких-то – 50%, для каких-то – 40%. Чем больше, тем лучше. Значит, как надо вводить беталактамы? Либо в частом интермитирующем режиме, как пенициллин по 2,6 млн, либо в режиме продлённой инфузии, если препарат в достаточной степени сохраняет стабильность в растворе. Какие карбопенемы мы можем вводить в режиме продлённой инфузии? Меропенемы ещё какой можем? А? Да, репенем совершенно верно, у него самая высокая стабильность при повышенной комнатной температуре. А инфузия импенему продолжаться сколько должна? Полчаса, коллеги. Эртепенема – один час, потому что они неустойчивы. А эртепенема – нет смысла инфузировать долго, поскольку у него большая Т1,2. Равно как и у какого цифлоцепарина третьего поколения? У цифтриакциона. Вот ещё какими соображениями своими я бы обязательно хотел с вами поделиться. Соотношение доказательной медицины и терапии тяжёлых инфекций. Все рандомизированные контролируемые исследования проводятся оригинальными препаратами. Доказательств именно терапевтической эквивалентности дженериков очень мало. Так что при тяжёлых инфекциях всё-таки разумнее работать оригинальными препаратами. Для того, чтобы доказать терапевтическую эквивалентность, надо провести исследование какой фазы? Четвёртый, пострегистрационный. Кто его будет организовывать и оплачивать? Фирма-производитель оригинального препарата или фирма-производитель дженерика? Затем, проведение исследований у больных сепсисом затруднено из-за крайней гетерогенности популяции этических и юридических моментов. Вот слышал из уст Винсанта. Он говорит, вот исследование, как мы организуем на септическом шоке, идём, подписываем информированные согласия у пациента. Да если он может подписать информированные согласия, что это тогда за септический шок. Поэтому необходимо принимать не только данные родомизированных контролируемых исследований, но и серии случаев и мнения экспертов. Затем, строгие критерии оценки эффективности антимикробных препаратов, излечение, улучшение, отсутствие эффективности невозможно оценить, не всегда объективно отражают реальность. Поэтому FDA для определения эффективности или неэффективности предлагает в качестве критерия 28-дневную выживаемость. Тут тоже есть свои подводные камни, но, возможно, иррациональное зерно в этом тоже имеется. Слепая экстраполяция зарубежных рекомендаций недопустима. Необходимо учитывать данные национального и локального микробиологического мониторинга. У меня будет доклад по пневмонии, я об этом ещё подробнее скажу. Ну и когда вы встречаетесь с такими больными, никогда не сдавайтесь, не опускайте руки. Если вам самим что-то непонятно, изучайте литературу, советуйтесь с коллегами, посещайте мероприятия подобные этому, посещайте сайт НИИ нейрохирургии имени Николая Ниловича Бурденко, и, возможно, тогда вам и вашим пациентам улыбнётся счастье. Спасибо.